Поехали! Очередной выпуск рубрики «Тайный сезон 1986» посвящаю вопросу, почему Александр Заваров стал лучшим в СССР, но при этом в Европе первенствовал Игорь Биланов. Для начала, тем, кто еще не подписался на канал Футбол Сан, исправляем это досадное недоразумение и подписываемся, сразу же нажимая на колокольчик рядом, чтобы получать уведомления о свежих материалах канала Футбол Сан. Если тема зацепила, оставляем комментарии, с удовольствием подискутирую со своими подписчиками и вообще посетителями моего канала. Теперь к теме разговора. В сезоне 1986 блистало все киевское «Динамо». Подтверждение тому три киевлянина в вопросе на золотой мяч лучшему футболисту Европы. Приз францфутбола выиграл Игорь Биланов. 84 очка. 8 первых мест, 7 вторых, 4 третьих, 2 четвертых. Шестый стал Александр Заваров. 20 очков. 2 первых места, 1 второе, 2 третьих. Паша Яковенко в вопросе францфутбола набрал 3 очка. По 1 четвертому и 5 месту. Тогда ведь представители стран озвучивали свои пятерки сильнейших без рекомендательного списка от UEFA и FIFA. Так что попадание в число названных претендентов уже было большим достижением. Только вот парадокс. В СССР сильнейшим признали Сашу Заварова, который опередил Биланова на 44 очка. Третьим в вопросе финишировал также представитель киевского Динамо, 34-летний ветеран Олег Блохин, набравший 81 очко. Четвертый Паша Яковенко, 55 очков. Дальше расположились Александр Бородюк, Динамо Москва, 39. Юрий Савичев, Торпеда Москва, 33. Ренат Досаев, Спартак Москва, 28. Владимир Бессонов, Динамо Киев, 25. Василий Рас, Динамо Киев, 24. Вагистский Диатуллин, Спартак Москва, 21. Сергей Родионов, Спартак Москва, 18. Виктор Чанов, Динамо Киев, 17. Игорь Добровольский, Динамо Москва, 13. Сергей Олейников, Динамо Минск, 9. Олег Кузнецов, Динамо Киев, 7. Александр Чиваза, Динамо Тбилиси, 3. По два очка набрали Игорь Колыванов, Динамо Москва и Евстафий Пехлеваниди, Кайрат Алма-Ата. По одному Дмитрий Харин, Торпеда Москва и три киевских динамовца. Анатолий Демьяненко, который был лучшим игроком СССР 1985. Иван Яремчук и Вадим Евтушенко. То есть, среди соискателей с советскими журналистами называлось все Киевское Динамо. 11 игроков. Поэтому и неудивителен факт того, что основная борьба развернулась между двумя лидерами Киевского Динамо и сборной СССР Заваровым и Билановым. Украинофобам сразу же замечу, что в голосовании принимало участие 174 журналиста, комментатора и вообще представителей печатных изданий и телевидения и радио. Мог, конечно, ошибиться немного при подсчете количества голосовавших, но весь масштаб вы, уважаемые любители футбола, представили. Так вот, украинские СМИ представляло 37 голосовавших. Подавляющее большинство у центральных и российских изданий 80. То есть, одного беглого взгляда достаточно, чтобы понять. Заваров и Биланов были почти во всех озвученных тройках. Чаще всего на первых и вторых местах. Случались, конечно, уникумы, как вот Радчук из еженедельника футбол-хоккей, у которого тройка выглядит так, Блохин, Чанов, Савичев. Но это редкое исключение из всеобщего правила, ведь действительно, Заваров и Биланов были лучшими в сезоне 1986. А вот почему Заваров обошел Биланова в Союзе, но при этом в Европе всего лишь в кавычках шестой, в то время как Егор первый. Здесь ответ на вопрос простой до безобразия. В Европе ведь по каким критериям оценивали игроков? По их ярким действиям на поле во время больших международных турниров. А в этом плане Биланов Заварова перещеголял, как тут ни крути, один хитрик бельгийцам на чемпионате мира, чего стоит. К тому же в Европе чемпионаты СССР не смотрели, в отличие от советских граждан. Разве что на состранные шли некоторые трансляции. Да вот финальный матч сезона 1986, Динамо Киев, Динамо Москва широко освещался европейской прессой. Францфутбол, Экип, Торрес из Франции, Кикер из ФРГ, итальянские издания, английские, испанские. Все были тогда в Киеве. Думаю, что и телесюжеты на Евроспорт пошли. И вся Европа увидела, как Биланов забивает с пенальти и совершает со своими товарищами по Киевскому Динамо круг почета по беговой дорожке переполненного республиканского стотысячника, который рукоплескал своему Киевскому Динамо после победы. То есть в Европе видели только парадный фасад советского футбола. А в СССР наблюдали все перипетии борьбы во внутренних турнирах, где Заваров в общем выглядел посильнее Биланова. Вот и ответ на вопрос, почему Саша в Союзе оказался сильнее Игоря. Ответ простой, как советские медяки. Лично для меня лучший игрок сезона 1986 Заваров без вопросов. Но ведь я, как и миллионы болельщиков по всему Союзу, не указ в Европе, да и мнения советских любителей футбола и экспертов насчет, кто был лучшим в Союзе тогда, в 86-м, разделились. При голосовании Заваров получил такие места 81-1, 51-2, 12-3. У Биланова этот показатель таков, 64-54-13 соответственно. У Блохина, кстати, 13-10-22. Здесь хотел бы привести слова самих лауреатов в сезон 1986 из интервью еженедельнику футбол-хоккей, где они очень точно охарактеризовали друг друга. Биланов. Лучше, чем Заваров. Я в этом году никого не видел, а с кем сравнивать, сами понимаете, было. Потрясающий дриблинг на скорости, не на месте, причем, а в движении, вперед с точной, затем передачей или же хлестким ударом-поворотом. Как же настрадали в прошлом году многие команды и клубные, и сборные от таких всего ходов. Вроде бы все известно о них уже, а как остановить? Только недозволенным приемом. Обратите внимание, во всех почти возникающих на поле игровых коалициях, групповых действиях, участвует Заваров, а другие наши ребята. Любого называй, не ошибешься. Лучим был коллектив. Заваров. Если называть лучшим кого-то одного, то мой голос за Биланова, и не надо расценивать, как ответный мой комплимент. Реверансы подобные не для нас, судите сами. Игорь отлично провел все решающие игры, как за сборную, так и за клуб. Много забивал, скоростью своей отменой в одиночку держал в напряжении по 2-3 игрока обороны соперников. Действительно, другие наши ребята. Без них мы просто игроки, с ними команда, сила. Будь моя воля, я бы в этом году все осмешал, как World Soccer смешал клубы и сборные. Я бы на первое место поставил Динамо Киев. Заваров и Биланов правы. В 1986 году все призы выиграл Динамо Киев. В коллектив единомышленников, коллектив из потрясающих мастеров самого наивысшего международного класса. Динамо Киев в 1986 году выиграл все возможные трофеи в турнирах, где принимал участие. Кубок обладателей кубков, чемпионат СССР. Прошел четвертьфинал Кубка европейских чемпионов. Два летних международных мини-турниров в Амстердаме и Кубок Сантьяго Бернабео, где в финале обыграли мадридский ревал. Уступая по ходу поединка 0-2. А выиграли 3-2. Кстати, в том финале Биланов реализовал пенальти. Ну и Кубок СССР 86-87 равно как и полуфинал Кубка чемпионов 86-87. Тоже нужно приплюсовывать к сезону 86. К сезону, когда киевляне удивляли и восхищали своей игрой всю планету Земля. Вот про сезон 1986 дальше и по виду речь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова